Я сегодня, друзья, хотел бы поговорить с нами на тему «Проникай в глубины Божьего присутствия». Проникай в глубины Божьего присутствия. Вы знаете, друзья, очень много, мы говорили эти полтора, почти два месяца уже, мы очень много говорим постоянно, систематично, мы говорим о хвале, о прославлении, о поклонении, о Божьем присутствии в этом всем. Но знаете, я думаю, что почему мы сделали этот вечер служения, это хвалы, потому что будет неправильно, нечестно, если мы лишь только будем об этом говорить. Потому что я знаю очень часто, каждый из нас, выходя из церкви, друзья, мы иногда, иногда, бывают такие у нас потрясения, которые заставляют нас сосредоточиться или переключиться на какие-то другие вещи. Но нет ничего лучше, друзья, чем глубина или глубины Божьего присутствия. Знаете, сегодня я бы хотел, чтобы Господь, сам Господь, давайте будем молиться, пусть сам Господь сегодня, как искусный хирург, нейрохирург, который работает сегодня самой сердцевиной сущностью наших сердец, пускай сегодня во время этого служения сам Дух Святой, прикасаясь к нашим сердцам, Он вырезает, Он творит в сердце каждого из нас новое, которое Он хочет совершать. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя сегодня, вновь, вновь и вновь мы славим Тебя, мы величаем Тебя. Господь, мы хотим сегодня погружаться, Господь, в глубины Твоего присутствия. Мы хотим, Господь, обнаружить себя, обнаружить свою жизнь, обнаружить, Господь, свою семью, обнаружить свое будущее, обнаружить свое призвание, обнаружить сегодня свое исцеление, обнаружить сегодня утешение, обнаружить созидание нашей жизни, Господь, в Тебе и Твоем присутствии. Драгоценный Дух Святой, сегодня служи сердцу каждого из нас Во время этого служения хвалы Служи сегодня сердцу Пускай сердце каждого из нас, оно превращается, Господь, в это место, где Ты устраиваешь хвалу Во имя Иисуса Христа Аминь Я буду читать из книги пророка Иезекииля 47 глава, 1 и 2 стих, это то, с чего мы начнем Потом привел Он меня обратно к дверям храма И вот, из-под порога храма течет вода на восток Ибо храм стоял лицом на восток И вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника И вывел меня с северными воротами И внешним путем обвел меня к внешним воротам Путем, обращенным к востоку И вот вода течет по правую сторону Вы знаете, друзья, в истории человечества Церковь, храм, это всегда место Божьего присутствия Аминь Это место, куда приходят люди, когда их сердца разорваны Когда их судьба разорвана Когда, возможно, они понимают или осознают Или вдруг начинают ощущать, что их жизнь, она полностью вышла из-под контроля Храм ассоциируется всегда у всех людей с Богом, правда? С его помощью, с его поддержкой, с его милостью, с его вторжением С его, я не знаю, с его величием всегда И знаете, я хочу вам сказать, друзья В этих стихах я обнаружил очень одну интересную вещь Очень интересную вещь, которая она привлекла мое внимание Но перед этим, почему? У меня вопрос к вам Как вы думаете, почему именно храм, а не какое-то другое заведение, здание или учреждение Почему именно храм у людей ассоциируется с Богом? Кто-то скажет, ну потому что там говорят о Боге Потому что мы видим там крест сверху, например, да? Который символизирует Христа Я позволю себе с вами не согласиться Потому что есть много людей, которые носят кресты Есть некоторые, которые носят их даже наружу, правда? Чтобы видели Есть некоторые люди, которые крестами могут украсить всю свою спину Но это не делает их храмом, правда? Там может быть множество даже каких-то вещей Множество куполов и всего остального Но это не делает этого человека храмом Так почему же именно храм в сознании людей В сознании общества, в котором мы живем Он ассоциируется с Божьим присутствием, друзья? Потому что именно в храме всегда это то место Где всегда возносится хвала, прославление, поклонение Богу Аминь Храм для этого создан Сущность храма Когда вы приходите в церковь, друзья Я вам гарантирую Вы не ожидаете здесь Вы не идете в церковь Так, а что там сегодня в буфете? Так, а вы что сегодня будут одеты? А какой сегодня будет красивый дизайн? А что там будет сегодня? Интересно, какая программа, последовательность? Знаете, я вам хочу сказать Из года в год, из месяца в месяц Служение, наше служение, оно практически ведь не изменяется Из года в год, месяца в месяц мы читаем ту же самую Библию Иногда мы читаем те же самые места Писания, правда? Иногда мы видим тех же сними, иногда мы все время видим одних и тех же людей практически рядом Друзья, что же влечет людей в храм? Почему храм является тем местом, куда люди раз за разом все равно приходят? Я скажу вам еще раз Потому что храм это всегда есть место хвалы, поклонения, возвеличивания, прославления Бога И именно по этой причине, друзья, там обитает его присутствие, которое и привлекает людей туда, правда же? Смотрите, я хочу обратить внимание ваше на этот первый стих Можно первый стих еще раз? Смотрите, написано Храм стоял лицом на восток Что такое восток? Восток это всегда место, откуда восходит солнце Это место начала всего Это место, знаете, кто видел цветы, ночью они закрыты, правда, с вечера ночью они закрыты Но как только восходит солнце, что происходит с цветками? Они оп, поворачиваются в сторону солнца и начинают раскрываться Что происходит, друзья, со всей природой, как только восходит солнце? Оно оживает Но обратите внимание, друзья, что храм стоял этот лицом своим на восток Ни боком, ни спиной Некоторые из нас Мы приходим в храм, я скажу так, со стороны северных ворот Север это всегда такой холод, трудность, скованность, такая, знаете, тяжесть Я вам хочу сказать, некоторые из нас, мы обитаем на северной стороне Вдалеке от храма Жизнь некоторых из нас мы созидаем там И именно по этой причине каждую субботу, когда мы знаем, идет служение, мы такие Надо к храму Потому что у него ворота на восток Но не это самое главное Обратите внимание, написано, что он стоял лицом на восток И что текло из-под права бока храма? Вода Вода, друзья, это и есть прообраз Божьего присутствия Скажите мне, когда в сухую землю попадает вода, что происходит в этой земле? Оживает Когда вода попадает там, где полная засуха, что происходит с этим местом? Оно оживает Когда ты чувствуешь, что твоя жизнь, в ней нету сил абсолютно Некоторые из нас мы говорим, ой, я бы поел На самом деле, первое, в чем нуждается и больше то, без чего не сможет практически прожить, друзья Это воздух и вода Это вещи, без которых наш организм, он совершенно не может жить И не зря именно поэтому, обратите внимание, он говорит, что из-под храма текла Текла, это вода, она вытекает оттуда И знаете, именно это, друзья, всегда привлекает людей в храм Потому что, когда они приходят в храм, когда мы приходим в храм Храм, испытывая внутреннюю потребность в изменении жизни Мы встречаемся, мы сталкиваемся там именно с этой водой Водой Божьего присутствия Оно наполняет нашу жизнь Если что-то в твоей жизни, сердце где-то там засохло Эта вода Божьего присутствия, она освежает, она приносит Если где-то внутри ты чувствуешь, что я уже стал злой, раздражительный И семья не такая, и жена не такая, и все не такие, и правительство не такое Ты приходишь в храм, и если действительно ты приходишь туда И ты соприкасаешься с этой водой Вдруг эта вода впервые, она начинает оживлять тебя Она в первую очередь прикасается к тебе Помните, друзья, это прекраснейшее место из Писания, когда Саул, он был в плохом состоянии И написано, злой дух обитал на нем В этот момент кого он звал? Он звал именно Давида, который прославлял Бога И написано, когда он играл и прославлял, уходил этот злой дух от него Это то же самое происходит, друзья, в храме Но я хочу сегодня, знаете, чтобы на этом служении, на этом служении хвалы и поклонения Каждый из нас мы поняли, что эта речь должна идти не только лишь об этом храме А знаете о каком храме в первую очередь? О храме нашего сердца Это из-под моих, друзья Это отсюда, из моей жизни, из моего сердца Бог хочет, чтобы отсюда текла хвала Он хочет, чтобы моя жизнь, она стала местом, с которым люди, соприкасаясь Они будут соприкасаться с этой живительной влагой Бога С живительным присутствием, оживляющим присутствием Бога Знаете, вначале, помните, я сказал, что мне жизни верующих иногда напоминают подводные лодки Которые на неделю после субботы, они уходят в глубоководное плавание Где они совершенно не дышат ничем И они ожидают субботы, чтобы выйти туда и хапануть этого воздуха Божьего присутствия Но хочу сказать вам, друзья В этом храме, не только в воскресенье или в субботу Не только в день, когда было служение, вода текла из-под его ворот В этом храме вода текла постоянно Именно по этой причине Бог говорит об этом Он взял Иезекииля, Он приводит его к этому храму Не зря же Он привел его туда Он говорит, смотри, увидь, учись, обнаружь о том, что именно этот храм, в нем я обитаю Друзья, сегодня этот храм, сегодня этим храмом может быть каждый из нас с вами Смотрите, солнце, написано, храм стоял лицом своим на восток Место, откуда восходит солнце Место, откуда эта восточная сторона, она всегда первая встречает рассвет Она всегда первая встречает самые первые лучи солнца Она первая получает эту жизнь, которую приносит Бог Я хочу вам прочесть одно интересное место из Писания, друзья Книга пророка Малахии, 4 глава, 2 стих А для вас благоговеющие перед именем Моим Что означает благоговеющие? Те, которые способны ставить Бога впереди Почему храм обращен был на восток? Почему его не повернули на север? Почему не повернули на юг? Возможно, с юга больше людей приходит Ведь большинство людей всегда так стремится к теплу, к югу, правда? К солнышку, к морю Разумно было бы поставить храм лицом на юг, правда же? Но его почему поставили на восток? Оттуда приходит Бог И смотрите, что он говорит Для вас благоговеющие те, чей храм жизни способен ставить Бога В первую очередь ориентироваться на Него Отталкиваться от Него Смотреть на Него Он говорит Взойдет солнце правды И исцеление в лучах Его И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные Друзья, сегодня Бог, говоря об этом храме Он не говорит о храме церкви Он не говорит о храме динаминации Он не говорит о храме конфессии Он говорит сегодня, в первую очередь, о храме жизни каждого из нас Насколько жизнь каждого из нас, друзья Она способна быть обращенной на восток Насколько жизнь каждого из нас, друзья Она способна быть Если вы хотите оттолкнуться знаете в первом стихе можно первый стих второй стих простите по языке или вернуть 47 глава 2 стих и вывел меня с северными воротами обратите внимание что такое северные ворота это холод это не устройство это неудобство это то то проблема от которой мы всегда пытаемся сбежать в храм и вот он его выводит смотрите и внешним путем обвел меня что такое внешний путь это жизнь которая наша обыденная жизнь которой мы живем в понедельник то из вас понимает что ваша жизнь понедельник немножко отличается от жизни в 11 утра в субботу ой и смотрите что он делает он выводит из храма северные ворота вот в эту жизнь неудобств реальную жизнь и он обводит внешним путем смотрите он идет 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 и приводит его каким воротам внешним воротам обращенным слова куда на восток и что он там видит друзья друзья запомните вода вода божьего присутствия вытекает только тогда когда мы можем сделав храм сделав свою жизнь этим храмом для бога когда она обращена богу когда она обращена богу и сегодня я бы хотел первую часть или знаете первое заключение которое хочу сделать я хочу сегодня сказать учись сегодня обнаруживать себя и находить настоящую жизнь в водовороте хвалы прославления и поклонения богу знаете проблема многих из нас что чаще всего мы обнаруживаем свою жизнь некоторые мы обнаружить некоторые из нас мы обнаруживаем жизнь тогда когда мы попадаем семью кто-то вдруг начинает оживать когда он сталкивается с детьми или с внуками кто-то вдруг начинает оживать когда он попадает к себе на работу я тут как рыба в воде я тут как рыба это не вода ты может быть рыба но точно вокруг тебя не вода потому что эта вода дает любви жизнь, а эта вода высасывает из тебя эту жизнь. Только когда мы приходим в его присутствие, друзья. Сегодня я бы хотел, чтобы каждый из вас попробуйте здесь во время хвалы и поклонения выйти на те северные ворота, анализируйте, подумайте, молитвенно размышляйте о своей жизни в понедельник, во вторник, в среду и в четверг. Неужели она настолько вас вдохновляет, когда в ней нету Бога? Неужели не стоит повернуть свой храм, друзья, с северной стороны, не на западную, не на южную, а именно на сторону, в которую восходит Бог? Там, где поднимается Бог. И обнаружить, что твоя истинная жизнь, настоящая жизнь начинается именно там. У меня вопрос. Скажите, кто из вас вы начали по-настоящему жить тогда, когда вы встретились с Богом? Понимаете? Но почему так происходит у нас, что мы делаем это только один раз? А потом мы снова живем на северной стороне. Кто знает, как в лесу узнать, где север? Там деревья поросли мхом. Так же, друзья, точно так же бывает и с храмом нашей жизни. Выходишь ты однажды утром на крылечко своего сердца и смотришь, а там все мхом поросло. Мхом работать надо. Война. Бежать. Деньги. С детьми проблемы. Что мне делать? И ты выходишь и кричишь на северной стороне храма. Боже, где ты? И он мне скажет, где он? Он на восточной стороне храма. Потому что оттуда течет его вода. Я хотел бы сегодня, друзья, чтобы каждый из нас во время этого служения хвалы мы начали созидать этот храм. Начните сегодня созидать храм своей жизни. Начните строить сегодня этот храм. Поверните его уже раз и навсегда к месту, откуда приходит Бог. И пускай, позвольте Богу, Духу Святому сегодня проникать во время этой хвалы и поклонения в ваше сердце, чтобы оттуда, Библия говорит, вода, которую я дам тебе, ты больше никогда не будешь ее жаждать. Но она сделается в тебе источником, который течет в жизни многих людей. Друзья, сегодня Бог, Он хочет устроить этот храм в жизни каждого из нас с вами. Аминь. Есть кто-нибудь, кто готов действительно созидать сегодня в этой хвале вместе с Богом? Хвала это время, друзья. Знаете, это время, когда ты забываешь обо всем. Я вообще обо всем забываю. Единственное, что меня иногда отвлекает, то, что мне нужно сюда выходить периодически. Вот это меня отвлекает очень сильно. Вышел, но я хочу туда. Знаете, почему? Потому что там восточная сторона моей жизни. Именно там, когда начинается хвала, когда начинается поклонение. Есть кто-нибудь сегодня, друзья, кто готов это делать? Давайте поднимемся, мы будем продолжать славить его, но начнем с молитвы. Давайте мы сейчас будем просить каждый. Господь, сотвори этот храм. Сотворяй мою жизнь сегодня этим храмом, Боже. Во имя Иисуса Христа, Боже, твори мою жизнь этим храмом. Созидай этот храм, Господь, в моей жизни. Пускай этот храм, который обращен на восток, ворота которого, врата, открытые врата, которого обращены на восток, из-под которых течет эта вода, присутствие Твоего. Боже, созидай и твори сегодня этот храм в моей жизни. Во имя Иисуса Христа, во время этой хвалы, во время этого поклонения, во время прославления. Боже, созидай мою жизнь этим храмом, Боже, во имя Иисуса. Не дай мне жить и существовать на северной его стороне. Господь, обрати, обрати мое сердце, Господь, к этим восточным воротам, куда приходишь ты, где ты встречаешься с самого раннего утра с сердцем каждого из нас. Боже, созидай сегодня этот храм. Сотвори сегодня этот храм в сердце каждого из нас, Боже. Созидай в лучах этой славы, созидай в лучах этого солнца правды, Бог. Созидай сегодня мой храм, созидай мой храм. Освяти, Боже, приходи сегодня в своей славе, приходи в свое величие, приходи в этой хвале, Господь, и созидай этот храм в моем сердце, Боже. Благодарю Тебя, славлю Тебя, величаю, Господь, Тебя во имя Иисуса Христа. И весь народ, вся церковь, весь, все храмы Божьи доскажут. Аминь! Аминь! Я бы снова хотел, друзья, обратить наш взор к этому месту из Писания. Книга пророка Иезекииля, 47 глава, 3 и 4 стихи. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур, и отмерил тысячу локтей, и повел меня по воде. Обратите внимание, друзья, на эти простые слова. Он повел меня по воде. Только что, стихом ранее, мы читаем о храме, из-под ворот которого, куда входит, откуда приходит, которые встречаются с Богом, оттуда вытекает вода. И вот уже этот муж, который является, я уверен, убежден, что это есть Бог, это прообраз самого Бога. Он повел меня по воде. Воды вначале было по лодыжку. 4 стих. Вы знаете, друзья, когда человек, любой человек, любой христианин начинает, доверяясь Богу, отдавать свою жизнь, чтобы Бог из этой жизни устроял храм, каждый такой человек, он знать должен, и он должен понимать о том, что он столкнется с одной очень большой проблемой. Знаете, какой суета, занятость и давление этой жизни никогда в жизни не отпустят тебя. Дьявол готов даже тебя отпускать в церковь, но он никогда не готов. Он готов позволить тебе один день быть с Богом, два часа, три часа будь с ним, но потом он направляет всю свою суету, все оружие, которое у него только может быть, он будет направлять ее, знаете, для чего? Вырвать тебя оттуда. Если ты действительно сегодня принимаешь решение или принял решение посвятить свою жизнь, сделать свою жизнь этим храмом, о котором мы читаем здесь, друзья, следующее действие, которое нужно научиться делать каждому христианину, позволить Богу увлечь вас за собой, увлекать. Вы знаете, сколько раз я замечал, когда идет хвала, прославление, что-то где-то моргнул свет, кто замечал за собой сразу, опа, и ты, все. Где-то кто-то пошел, что-то где-то грюкнул, о, о, сразу туда, мгновенно. Знаете, почему? Дьявол всегда хочет только одного. Он хочет, чтобы ты мгновенно пошел, а, смотрел, где что, как там, а где что происходит? А где? Мгновенно это происходит. Вы знаете, есть одно прекраснейшее место в Библии. Иисус говорит эти слова, это Евангелие от Матфея, 6 глава, 34 стих. И так не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о себе. Знаете, многие люди, читая это место из Писания, они превращаются в таких, знаете, христианских лодырей и лентяев. А завтрашний день сам будет заботиться. Нет, друзья, здесь вообще не об этом речь. Если вы христианин, вы должны трудиться. Вы должны трудиться так, как трудился Иисус Христос, будучи на кресте. Вы должны трудиться так, как трудился Иисус, будучи в Гефсиманском саду. Вы должны трудиться так, как трудился Иисус, когда Он проповедовал пяти тысячам, когда Он проповедовал, когда Он служил, когда мы видим Евангелие от Марка, Он всю ночь пробыл в молитве, пришел к ученикам, они говорят, там много людей, Он не поспав, встает и идет им служить. Христос не был лентяем. О чем говорится в этом стихе? Смотрите последнюю его часть. Довольно для каждого дня своей заботы. О чем идет здесь речь? Речь идет о том, что каждый день Он наполнен своими заботами, и цель этих забот, знаете какая? Совлечь тебя с пути. Совлечь тебя с пути, когда ты позволяешь Богу свою жизнь, позволяешь Богу сделать храмом. Храмом, из которого течет Его присутствие, в котором пребывает Его присутствие. Заметьте, у кого это бывало такое? В понедельник совершенно другие ощущения, во вторник другие, и в субботе опять же, говорю, ты как эта подводная лодка всплываешь. Мы об этом еще будем говорить, о том, как посозидать свою жизнь в Его присутствии, как строить жизнь, повседневную жизнь. Но самое главное, запомните простой момент. Друзья, для каждого дня довольно, достаточно Его заботы. О чем говорит здесь Бог? Он говорит, забот достаточно, но то, на чем необходимо быть сосредоточенными на Нем. Научиться в повседневной жизни быть сосредоточенным на Нем. Смотрите, можно вернуть 47-ю главу, Иезекииль, 3 стих. Смотрите, что Он здесь делает? Когда муж пошел на восток, Он отмерил тысячу, и что Он сделал? Он повел меня по этой воде. Бог, друзья, когда Он приходит в своем присутствии, Ему недостаточно. Знаете, как некоторые такие, о, торкнуло. Все, слава Богу, коснулось. Или, знаете, такой, ждал, ждал, не сложилось сегодня. Друзья, Бог приходит всякий раз, когда Он находит сердце, которое готово пойти с Ним. Тысяча локтей, на секундочку, друзья. Один локоть, это полметра. Тысяча локтей, это 500 метров. Он повел тебя 500 метров, друзья. Это даже не Азовское море. Там ты пройдешь метров сто, хотя бы уже по колено будет. Здесь Он говорит, 500 метров Он повел меня, и воды было только пока по лодыжку. Четвертый стих. Дальше, смотрите, Он говорит, еще отмерил тысячу. Смотрите, Он не останавливается. Как часто мы останавливаемся в холле. Сколько там уже две песни. Ой, Семья, что-то я, уже ножки меня подустали сегодня. А в 8 часов они не устают? Ну, это же святое. Там же зарплата будет в конце. Друзья, Бог, смотрите, Он говорит, и повел меня дальше, воды было уже по колено. И еще отмерил тысячу. Полторы тысячи метров, друзья. Полтора километра. Ты идешь по воде, и ты по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, постепенно ты погружаешься к этому. Я хочу прочитать вам одно место из Писания, еще одного из пророков, друзья. Это книга пророка Еремии, который попал, поверьте, в похожую ситуацию. Он попал в ситуацию, если вы прочитаете всю эту главу, это 20 глава. Еремия попал в ситуацию, когда все его возненавидели. Кто читал, Еремия, это был один из пророков, который, знаете, его как не позовут пророчествовать. Он приходит и говорит, вы попадете в плен, все будет плохо. Знаете, он был пророком, которого не любили цари. И однажды он договорился, однажды он попал в проблему, когда ему сказали, все, на этом закончена твоя жизнь уже. Ему сказали, или ты пророчествуешь нормально, или у тебя будут проблемы. Читаем, друзья. Смотрите, что пишет Еремия. После того, как его поставили, уже прижали к стене, он говорит, ты влек меня, Господи, и я увлечу. Как редко сегодня это встретишь, друзья, в мире христианства. Когда тебя влекет Бог в поклонении, увлечься. Не стоять. Смотри, он говорит, ты влек меня, ты ввел меня 500 метров. И там воды пока по лодыжку, но я иду. Ты еще 500 метров по колено, а я продолжаю идти. Ты влечешь меня, и я увлечен. Ты сильнее меня и привозмог. И каждый день в посмеянии всякий издевается надо мной. Вы знаете, друзья, у многих верующих есть такая интересная формула их христианства. Они очень любят Бога, когда в их жизни все достаточно неплохо. Или когда бывает плохо, но они помолились Богу, зашли по колено и почувствовали, что ответ есть. И им классно. Друзья, что мы читаем здесь? Мы видим здесь Еремию, которую он говорит. Я каждый день нахожусь в посмеянии. Слушайте, он славит Бога, и он в посмеянии. Он поклоняется Богу, и он продолжает быть в посмеянии. Он разжибается в этой хвале, и он говорит, всякий издевается надо мной. Но что ключевое здесь? Ключевое, друзья, это первая часть стиха. Ты влек меня, Господи, и я увлечен Тобой. Позволить Богу, друзья, если вы действительно хотите построить жизнь, жизнь Божью, жизнь христианина, которая созидается в хвале и поклонении Богу, в его присутствии, вам нужно научиться, кроме того, что вы предоставляете Богу свою жизнь, чтобы он созидал из нее храм, его присутствие, вам нужно научиться быть увлеченным им, даже тогда, когда в вашей жизни ничего не говорит о том, что что-то меняется. У кого бывало такое, вы молитесь, ничего не меняется. Вы молитесь еще, ничего не меняется. Вы берете пост, вы молитесь еще, и все становится только хуже. И в этот момент многие говорят, хватит. Зачем? Тогда у меня вопрос к вам. Как вы думаете, Бог приходит в своем присутствии в храм, потому что у нас есть нужды и проблемы, или Он приходит в храм тогда, когда мы Его славим? Его присутствие приходит не на наши проблемы. Его присутствие приходит там, где Он видит хвалу. Бог суверенный. Я очень хотел бы, друзья, чтобы каждый из нас сегодня мы взяли и усвоили для себя вот этот второй простой урок. Я записал себе его так. Почему бы тебе не позволить сегодня Богу увлечь тебя в хвале и поклонении дальше и дальше, в глубины Его присутствия? Почему бы тебе не попробовать это? Возможно, сегодня как раз эта жизнь, ситуация именно о вас. Возможно, она описывает вас. Вы сегодня в посмеянии. Тут она говорит, посмотри, что толку? Какой смысл? Ничего не изменилось в твоей жизни. Ничего не изменилось. Вы знаете, я открою вам страшную тайну. 27 лет назад, когда я впервые пришел к Богу, мой рост был 170 сантиметров. И знаете, что я вам скажу? Он по-прежнему остается 170 сантиметров. Есть вещи, которые, возможно, никогда не изменятся. Но знаете, кто должен остаться неизменным? Бог. Он остается неизменным. Неизменным остается наша хвала Ему. Она должна остаться неизменной. Аминь. И я хочу сегодня, друзья, чтобы мы продолжали славить Его. Кто-то сказать, да сколько же можно? Боже мой. Боже мой. Боже мой, друзья. Мы еще только начали. Мы еще даже не начинали, сказал один небезызвестный персонаж. Так вот, друзья, задумайся. Ведь именно в самые сложные моменты мы и учимся доверять Богу. Смотрите. Идти в поклонение дальше. Доверяться Богу. В самые сложные моменты нашей жизни. Аминь. Кто мне скажет, друзья, кто может назвать хотя бы одного человека, который научился из Библии, который научился в самые сложные моменты своей жизни доверяться Богу, доверять свою жизнь, доверять свое будущее. Доверять даже тогда, когда он ничего не понимал. Давид. Давид. Аминь. Кто из вас читал о нем? А кто из вас говорил, Господи, сделай меня как Давид? Если вы когда-нибудь молились об этом, друзья. Давид это как раз тот, который позволил Богу увлечь себя настолько, что он шел за ним даже тогда, когда единственным его пристанищем осталась всего лишь пещера. Кто готов из вас прославить Бога дальше? Готовы прославлять Его?